Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Отдаем самолет в хорошие руки. Такое объявление с геотегом Алматы появилось на просторах Фейсбука. Авиакомпания Air Control объявила конкурс на идею использования отлетавшего свое судно Як-40. Надо ли говорить, что менее чем за сутки пост набрал больше тысячи лайков, еще больше перепостов и сотни комментариев? Собственно, вот сам пост, в котором и немного бэкграунда самого самолета, его фотографии внутри и снаружи, а также условия конкурса, в которых особая пометка, что самолет с радостью отдадут детям. Но только судно воздушное вывозить придется победителю самостоятельно. Мы прогуглили и выяснилось, что вес этого красавца больше 9 тонн. Но это желающих не смущает. Комментаторы наперебой хотят стать хозяевами настоящего самолета. Правда, основных версий использования данного судна две. Большинство казахстанцев просят отдать его им для переоборудования самолета в ресторан. Другая половина просит отдать его детям. В школу, интернат, в детский сад и даже в добровольное общество милосердия «Аружан Саин». У нас есть детский сад «Планета счастья». Было бы здорово радовать наших деток, мотивировать их учиться, чтобы они в будущем захотели стать пилотами и стюардессами. Обещаем сохранять вашего крылатого друга в надлежащем состоянии, беречь, ухаживать и гордиться. Отдайте «Аружан» во благо детей. «Аружан», если это произойдет, не забудьте моего сына покатать. Он мечтает о полете. Я ранее в своих постах писала о нем. В детский авиационный клуб «Авиатор» я организую демонтаж, перевозку, монтаж Як-40, стоянку с другими самолетами. Внутри сделаю все для обучения. В кабине тренажер. Опыт есть. Цель – обучение школьников на пилотов, инженеров, диспетчеров, конструкторов. В этом учебном году обучал 55 ребят. В следующем году планирую обучать 120 юных авиаторов. Я практик и есть конкретный план действий. Как сообщили в самой авиакомпании, предложений поступило очень много. Теперь там займутся сортировкой выбором самого лучшего применения старому самолету. Итоги обещают подвезти через неделю к середине июня и выложить там же на фейсбук странице. Правда, некоторые комментаторы так и не поверили в искренность намерения авиакомпании. Смущает их слово «самовывоз» и то, что в руководстве компании не прибегнули к утилизации борта. Хитро. Утилизировать денег стоит. Уверен, есть подвох. Безвозмездные и хаотичные парковки в Астане могут кануть в лету. На общественном совете столичного Акимата уже обсуждают внедрение проекта по платным парковочным местам. Если эту новость астанчане принимают с энтузиазмом, то вот другое предложение, высказанное управлением пассажирского транспорта, вызвало шквал другого настроя комментарии. Речь идет о возможности внедрения платного въезда в столицу. На сегодняшний день зарегистрировано почти 400 тысяч транспортных средств в городе. Помимо этого, в сутки с шести направлений в столицу заезжают до 74 тысяч машин, которые осложняют ситуацию в плане парковок, транспортных заторов и так далее. Одним из наиболее эффективных способов ограничения этого трафика является введение платного въезда. Мы предлагаем ввести плату за определенные участки улиц на территории города. Комментарии на эту новость пестрят разнообразием от слов поддержки с аргументами до абсолютного неприятия такой возможности. Впрочем, тоже с основанием. Для транзитников не помешала бы кольцевая автодорога Акад вокруг города. Если люди живут в пригороде и каждый день ездят на работу, как будет в таком случае? Платный въезд нужен только для легкового транспорта. Грузовые должны освобождаться от оплаты. Если в легковушке 4-5 человек, тоже освобождаются от оплаты. То есть, чем меньше людей в авто, например, 1 человек – 1000 тенге, если 2 человека – 500 тенге и так далее. Полностью поддерживаю данный проект. Насколько я знаю, данная система была использована изначально в Лондоне в целях снижения заторов на дорогах. Сейчас платный въезд в центр города широко используется во многих цивилизованных мегаполисах. Поскольку общественный транспорт и лицензированные такси будут освобождены от данного налога, у людей появится стимул пересаживаться на общественный транспорт. Но в итоге общего решения у городских властей, как и у казахстанцев, нет. На общественном совете проект по платным парковкам пока не поддержали. А что касается внедрения платного въезда в Астану, и вовсе никак не прокомментировали. До встречи в эфире и в Казнете.